МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам себе режиссер. В одном из детских садов Чебокса работает настоящая анимационная студия. Поехали! В столице Чувашии изменилось несколько маршрутов общественного транспорта. Меньше знаешь, крепче спишь. В национальной библиотеке за круглым столом обсудили проблему безопасного интернета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как будет жить и развиваться Россия, в частности, Чувашия, в новой геополитической обстановке. Такую масштабную тему глава Чувашия обсудил с представителями общественной палаты. Про то, как кризис и санкции ударили по кошелькам россиян и государственной казня, сказано уже много. А на встрече главы с представителями общественных организаций эту тему обсуждали в ином ключе. Ведь, как известно, у слова кризис в японском языке есть и второе значение – возможности. Это определенные трудности, прежде всего, в макроэкономике промышленном производстве. Но для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для сельского хозяйства, для кричевых перерабатывающих предприятий создались дополнительные возможности занятия и ниши на потребительском рынке. С этим согласны и участники встречи. Мне бы хотелось порадоваться за нашу страну, прежде всего, потому что, наверное, теперь мы обратим внимание на то, что не что легче сделать, а что нужно сделать, чтобы окончательно не превратиться в страну, которая будет поставлять только сырье. И мы с вами забыли о том, что страна даже в завершении советского периода была одна из лучших стран по поставке оборудования. Еще одна тема для обсуждения – Россия как Федерация Управления Регионом. У Михаила Игнатьева поинтересовались, каково это быть ответственным за целую республику. Когда ты видишь, какая нагрузка выпадает на два улиц, я просто знаю график, да, Михаил Васильевич, вижу, как он живет, вижу, как он работает. Я иногда у него спрашиваю, как вы вообще выдерживаете? Я человек, по-моему, 25 лет в бизнесе, да, такую интенсивность выдерживаю с трудом. Глава Чуваши отметил, прошло 4,5 года, как он возглавил регион. За это время случалось разное засуха и пожары, ледяной дождь и другие чрезвычайные ситуации. Работа трудная, но очень интересная. Ольга Бырычкина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Республиканская программа по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм продлена до 2017 года. Ежегодно правительство наращивает объемы помощи тем, кто хочет работать на родной земле. Подробнее в следующем сюжете. Начинать бизнес с нуля, особенно в сфере животноводства, достаточно рисковое дело. Этому нужно обучаться. Тем, кто все же решил зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство, государство предоставляет гранты в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей каждый. Но чтобы его выиграть, участники должны серьезно подойти к оформлению заявки. Конкурсная комиссия принимает во внимание то, какие земли есть у фермера, какая у него текущая материальная база, а также его стремление развивать сельскохозяйственное производство, то есть его планы на ближайшие 5 лет. В Чувашии за время реализации программы финансовую поддержку получил 151 начинающий фермер. Претендентов на последующие гранты меньше не становится. Так, хозяйство Юрия Поймякова уже достаточно большое, но он планирует расширяться и опять рассчитывает на помощь государства. В прошлом году я держал трех бычков, две коровы, индюков 106 штук, там овечки были. И у меня грузовая машина есть, трактор есть. Просто я хочу построить ферму, сыноферму построить и птицферму для индюков. Подобные курсы посетили уже более 160 фермеров. Почти все они планируют подать заявки на получение грантов. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Жителям новых микрорайонов Чебоксар теперь станет проще добираться из дома на работу и обратно. Для их удобства изменили схемы движения городских маршруток и автобусов. Новшества коснулись семи маршрутов. Подробнее в нашем сюжете. Автобусы номер 1, 2, 8, 12 и 26 теперь связывают новые жилые микрорайоны города. Так, первый автобус сейчас ходит от остановки трактор 3 Новоюжного района в северо-западный район до остановки университет. Заездом на улице Ленинского комсомола, где идет застройка микрорайона Кувшинка. Автобус номер 2 связывает микрорайон Альгешево с центром столицы Чувашии и ходит до пригородного автовокзала. Чтобы жителям Финской долины было удобнее добираться до работы и обратно, автобус номер 8 теперь курсирует из юго-западного района с остановки Чернышевского с северо-западный до университета. Популярный 12 маршрут обслуживает население развивающегося микрорайона Садовой и жителей улиц Текстильщиков, Яковлевой, Франко и Гайдара в сторону СЗР. Начальной и конечной остановками маршрута стали проспект Геннадия Айги и парк Победы. А вот некоторые существующие маршруты наоборот сократили. По результатам мониторинга проведенного отделом транспортного обеспечения и связи были выявлены маршруты, которые на сегодня не востребованы населением города. Это в связи с тем, что они дублируют иные маршруты, которые на сегодня востребованы населением. В связи с невостребованностью на сегодня коммерческих маршрутов, глава администрации города Чебоксара принято решение о закрытии таких маршрутов, как 31, 34, 40, 53, 55, 62. Еще совсем недавно, чтобы доехать до центра Чебоксар, жителям нового города необходимо было делать пересадку. Но теперь мимо них проходит 26-й автобус, который связывает микрорайоны Новый город и Радужный. Кстати, схему движения изменили не только автобусы Чувашии, но и две маршрутки. 30-я и 65-я. Теперь они заезжают в микрорайон Садовый. Сейчас местные власти задумались над тем, чтобы усовершенствовать и схему движения троллейбусов. За прошедшую неделю цены на товары практически не изменились. Однако некоторые продукты, хоть и незначительно, но подорожали, сообщает Чувашстат. Так, из продовольственных товаров сильнее всего подорожали картофель, яблоки, капуста, мороженая рыба и шоколадные конфеты. На 1-1,5%. Сосиски, репчатый лук, соль, хлеб, мука, вермишель, сливочное масло, водка, колбаса, гречка стали дороже от 1 до 0,8%. А вот огурцы и помидоры, наоборот, подешевели на 4,2%. Соответственно, из непродовольственных товаров больше всего подорожало хозяйственное мыло. Примерно на 4%. В интернете можно найти любую необходимую информацию, и, к сожалению, даже ту, о которой лучше бы и не знать. Особенно от потока нежелательных сообщений и видеоматериалов страдают дети. О безопасном интернет-пространстве сейчас говорят на всех уровнях. Очередной круглый стол на эту тему состоялся сегодня. Представители полиции, прокуратуры, сотрудники Госкомнадзора обсуждали, как противостоять попаданию в мировую сеть контента, содержащего ненормативную лексику, экстремистскую пропаганду, порно-видео, адреса продажи наркотиков и другие запрещенные для просмотра материалы. Все это преследуется законом, однако выявить интернет преступников достаточно сложно. Поэтому первый заслон должны поставить родители. Согласно федеральному 436 закону идет маркировка, даже художественных фильмов на телевидении мы видим, печатных изданий, но и в интернете должна быть такая маркировка, что можно смотреть, с какого возраста можно смотреть. Ну и родители постоянно должны знать, на каких сайтах сидит и на каких страницах сидит его ребенок, чем занят ребенок. Не надо успокаиваться просто тем, что ребенок никому не мешает. Стоит напомнить, что соцсети – это не место для новых знакомств и последующих встреч. Так можно избежать преступления на половой почве. Своё слово сказали и представители правоохранительных органов. С их помощью только в прошлом году было выявлено более 20 уголовных дел, связанных с интернет-безопасностью. Но, к сожалению, работать на опережение с каждым днем всё сложнее. Преступники находят новые ходы в интернете. Поэтому так важно сегодня повсеместное знание современных антитехнологий и программ защиты. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Все дети любят мультики. Только одних смотрят, а другие еще и снимают. Настоящая анимационная студия работает в одном из детских садов Чебоксар. С юными мультипликаторами познакомилась наша съемочная группа. Это второй мультфильм, который снимают воспитанники детского сада номер 184. В калейдоскопе работает студия детской мультипликации «Волшебный мир». Ребята знакомятся с историей зарождения анимации, технологиями построения рисунков и звукозаписью. Сейчас на первом этапе ребятки учатся обыгрывать сюжеты, проигрывают эти сюжеты, снимают определенные кадры и монтируют сами мультик. Различные мультики в дальнейшем, конечно, будут по времени только расти. Но на данном этапе у нас короткометражные маленькие мультики. Из-за студия, театральная студия, теперь и мультстудия. Детсадовцы получили дополнительную возможность развить свои творческие способности и навыки. Дети чувствуют себя волшебниками и с удовольствием делают первые шаги на пути к искусству. Мне нравится заниматься фотографировать. Мне легко удается снимать мультики. Когда мультик будет готов, я подарю этот мультик бабуле с дедолей и маме с папой. Такие инновационные проекты реализуются в детских садах Чебоксар с прошлого года. И уже есть результаты. В детских садах запущены проекты по приобщению детей дошкольного возраста к национальным традициям и культурным ценностям. Запущен проект по преемственности детских садов со школой. Еще одним инновационным проектом, который реализуется в детских садах, является фитнес-аэробика в детском саду. Как отмечают в Управлении образования, в планах запуск еще нескольких подобных проектов. В ведомстве надеются, что они понравятся детям и их родителям. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. 19 марта с 2010 года именуется Международным днем клиента. Праздник только начинает завоевывать известность в мире. В этот день предприниматели различными способами выражают признательность своим потребителям. Но по-настоящему клиенты ориентированные компании всегда помнят о том, для кого работают. Накануне праздника руководители Волгобятского банка Сбербанка России рассказали о самых современных банковских продуктах и услугах, которые уже успели оценить по достоинству как частные, так и корпоративные клиенты. Прошлый год для Чувашского отделения Сбербанка прошел под знаком «плюс». Специалисты констатируют прирост по всем основным показателям. Доля привлечения средств юридических лиц увеличилась на 11% пунктов и заняла почти половину рынка по депозитам и треть по кредитам. В обслуживании физических лиц также произошел значительный прорыв. Охват рынка ипотечного кредитования достиг почти 70%. Сложившаяся в конце года экономическая ситуация спровоцировала рост ставок по ипотеке, что вызвало обоснованную негативную реакцию среди населения. В среду, 18 марта, председатель Волговятского банка Сергей Мальцев объявил о запуске новой программы «Ипотека с государственной поддержкой». В сегодняшний день наши предложения на рынке, на мой взгляд, программы «Ипотека с государственной поддержкой» уникальны. Беспособная. Общая стоимость – 11,9%. 11,9% годового уровня. Действительно, уровень ставок, который действовал до кризиса, сумма кредита, которую можно получить и от 1 миллиона рублей. Сбербанк делает ставку на дистанционное управление своими финансами. Сегодня не нужно идти в отделение, чтобы открыть счет, перечислить деньги, оплатить услуги. Операции доступны онлайн и занимают считанные минуты. У нас наконец-то вышло приложение Сбербанк онлайн на Android. Это, я считаю, самый большой прорыв, который был сделан. Потому что все-таки в России количество устройств на Android больше, чем устройств на iOS. Поэтому больше половины. Поэтому я считаю, что сейчас будет еще один толчок развития мобильных платежей, дистанционного управления счетами, клиентами. В 2014 году 1880 отделений Волговятского банка были переведены на централизованную IT-платформу. Благодаря этому все вкладчики могут управлять своими средствами, пополнять или снимать деньги со своего счета в любое время и в любом филиале банка на территории семи регионов. Стремительно развивается и система автоплатежей в сфере ЖКХ. Эту услугу уже подключили 850 тысяч пользователей. Специально для юридических лиц действуют услуги самоинкассации, дистанционного открытия вкладов и бронирования расчетных счетов. А современная система e-invoicing позволяет оперативно обмениваться юридическими значимыми электронными документами, что значительно сокращает расходы на почтовые, канцелярские и прочие услуги. К этому сервису подключились уже около 600 компаний, обслуживающихся в Волговятском банке Сбербанка. Цыплят по осени считают. Но позаботиться об этом нужно уже весной. Подробнее о том, где купить племенной молодня гусей, уток и бройлеров, смотрите прямо сейчас. А я с вами прощаюсь и всего вам доброго. Племенной птицеводческий завод «Канажский» более 40 лет обеспечивает население цыплятами. Какие бы экономические коллизии ни происходили, он не менял специализацию и все эти годы занимался разведением и размножением племенной птицы. Учитывая потребности населения, нынче решили увеличить поголовье гусей и утят. Кроме этого, в планах выращивание индюков и эндоуток. Уже в этом году начнется реконструкция птичников. Кризис работников завода не пугает. Спрос на поголовье молодняка птиц только увеличится, говорят они. В год кризиса население обычно, наоборот, живых птиц больше покупают. В год кризиса, чтобы курни сушек молодых покупают, чтобы яйца у них свои были. С апреля месяца у нас начинается продажа гусей, гусят, уток, бройлерных цыплят. Сейчас, в данный момент, мы продаем курни сушек трехмесячных. Сегодня на рынке очень много химических добавок для скорейшего роста цыплят. Но здесь по-прежнему кормят только натуральными продуктами и добавками. Это пшеница, ячмень, жмых, гравий и подсолнечное масло. Качество продукции подтверждает и тот факт, что птицефабрика ежегодно выигрывает тендеры на поставку яиц для детских садов, школ и больниц. Канадская птицефабрика сначала же уделяла внимание на качество и продуктивность по качеству белка. Это плотный белок. По жилку это содержание кардиноидов, самые лучшие. По молодняку это всегда здоровые, вакцинированные птицу продаем. Уже этой весной птицефабрика планирует продать 60 тысяч курмолодок, чуть меньше бройлеров, 170 тысяч гусей и 25 тысяч утят. Кроме этого, можно купить яйца на выведении цыплят. По словам специалистов, долгая транспортировка вредна для птенцов. Перед покупкой обязательно нужно посмотреть документы и узнать, как долго птица находилась в дороге. Поэтому Канажский завод старается реализовать свою продукцию в республике и близлежащих регионах. Ну а перед продажей обязательно делают противострессовые прививки. Купить продукцию Канажской птицефабрики можно как на самом заводе, так и на сельскохозяйственном и центральном рынках города Канаша. А в сезон организовывают выездную торговлю и в других районах. Редактор субтитров А.Семкин